здравствуйте квадрокоптер перестал тянуть один из винтов я его пометил скорее всего проскакивают зацепление и поэтому не хватает мощности него вот такой пульт я ему поставил аккумулятор помощнее так как старый уже не тянул но он не подходит по габаритам ну я его предел вот здесь сверху ну и буду разбирать смотреть в чем дело вот его модель поснимаю все лишнее что будет мешать разборки винты защиту винтов камеру винты откручивается защита тоже по одному винтику как оказалось чтобы осмотреть состояние шестеренок достаточно было открутить один шуруп эта часть не цельная тут крышка ну и визуально шестеренки нормальные но я так думаю что не тянет из-за того что маленькая проскакивает на оси чтобы разобрать дальше откручиваем еще по три шурупа так 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 Продолжение следует... Да, ну еще нужно пометить, как стояла крышка, чтобы потом не перепутать. Вот, собственно, надпись была в сторону камеры. Как оказалось, пометил я не тот винт. При ближайшем рассмотрении нашел неисправный. Вот он проскакивает. Из-за того, что моторчик выгнался в своем посадочном месте. Здесь он залит, скорее всего, горячим клеем. И он сместился. Нужно прогреть и поставить на место. Вот так должен выглядеть рабочий. Поставил фен на 200 градусов. И аккуратно, чтобы не поплавить пластмассу, буду прогревать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Для большей надежности закреплю все термоклеем. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Смажу силиконовой смазкой. Добавил субтитры сделал DimaTorzok И делаем предварительную проверку. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так как штатная камера имеет плохое разрешение, У нее нет возможности ставить карточку памяти И она постоянно теряет связь со смартфоном. Хочу поставить вот такой видеорегистратор. Пока разобран квадрокоптер сделать вывод для его питания Весит он не намного больше чем штатная камера И здесь есть возможность вставить карточку памяти И таким образом вести съемку Вот как получилось Возможно кому-то будет полезно Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok